Друзья, в течение многих лет цифровая история получала предложение приехать в разные города для того, чтобы приблизить свою деятельность к жителям российских и не только регионов. Ну и вот теперь появилась такая возможность, и мы начинаем активное путешествие по нашей родине и не только по ней. И вот 18 и 19 мая передвижной лекторий цифровой истории состоится в городе Минске, столице братской Белоруссии. А на сцену выйдут полюбившиеся многим докладчики Кирилл Назаренко, Александр Кибовский, Евгений Спицын, ваш покорный слуга, а также замечательные белорусские историки Вадим Гигин, Юрий Бахурин, Александр Гронский и многие другие. Ну а говорить мы будем об исторической связи России и Беларуси, русского и белорусского народов. В центре нашего внимания окажется Грюновольская битва, первый съезд РСДРП, произошедший в городе Минске, ставка Верховного командования во время Первой мировой войны, которая была в Могилеве, партизанское движение на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны и многое-многое другое. Ну а кроме того, состоится презентация новых книг, вышедших при поддержке цифровой истории. Например, в моей монографии «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы», замечательные работы американского историка права Джеймса Уитмана «Американская модель Гитлера», новые книги Евгения Юрьевича Спицына «Ложь и правда о советской экономике» и многих других исторических работ, которые можно будет приобрести с автографом авторов. Приглашаем всех жителей Белоруссии на лектории цифровой истории, а также наших поклонников из России, которые найдут время, чтобы эти выходные провести с нами в замечательной белорусской столице. И что особо важно в этот раз, благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив, мы можем провести это мероприятие бесплатно, бесплатно по регистрации на таймпаде. Итак, 18-19 мая сего года, Минск. Ждем вас, друзья! Я должен объявить следующего докладчика. Это шутка, конечно, пошученная второй раз, но не смешная. Я как-то уже говорил, что малоизвестный человек, которого вы с трудом узнаете. В общем, короче, это Егор Николаевич Яковлев с его выступлением на новую тему, которую вы еще не слышали, которая, безусловно, связана с темой геноцида советского народа гитлеровцами, но сама по себе история уникальная. Егор Николаевич. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Вы видите название моего доклада на экране. Январское чудо. Неизвестный подвиг Красной Армии при освобождении села Ильино. Сегодня это Тверская область. В 1942 году это была область Смоленская. Ну а при создании, а основано было это село в 1844 году, это вообще была Витебская губерния Российской империи. Ну и начнем мы вот с чего. Дата 27 января 1945 года всем прекрасно известна. В этот день Красная Армия освободила, наверное, самый известный, самый чудовищный нацистский лагерь смерти, центр уничтожения Аушвиц. При освобождении этого жуткого места было спасено 7 тысяч узников Аушвиц, преимущественно евреев. Среди них был отец Анны Франк, Отто Франк. Среди них был будущий известнейший итальянский писатель Прима Леви, который, кстати, в своих произведениях описал сам факт освобождения, и многие другие люди. Но понятно, что та политическая ситуация, в которой мы с вами сегодня живем, она не позволит Российской Федерации в следующем году участвовать в 80-летии освобождения Аушвицца непосредственно на месте. Но важно понимать, что сам факт освобождения, хотя и никто не собирается и не посмеет отрицать его важность и значимость, это во многом символ. Это во многом символ. Символ того, как Красная Армия отгрызала узла человеческие жизни. Но начала она отгрызать эти человеческие жизни не в 45-м году, а гораздо раньше. И вот та история, о которой я сегодня буду рассказывать, это как раз проявление того, как удавалось спасать людей на оккупированной советской территории еще в первый год войны. Речь пойдет о событиях июля 41-го января 1942 года. И мы с вами переносимся в нынешнюю Тверскую, а тогда Смоленскую область РСФСР. Село Ильино, это достаточно большое село, которое, как я уже сказал, было основано в 1844 году, как еврейское местечко. Оно находится в 227 километрах от Твери, тогда Калинина. В 1844 году туда переселилась община евреев-хасидов. Но постепенно это была черта оседлости. То есть это единственное поселение в Тверской области, которое было за чертой оседлости. И постепенно население смешивалось. Там селились и русские. И к 1941 году это было абсолютно классическое советское село. В том смысле, что жители его воспринимали себя как советские граждане. Они были интернационалистами и не делили себя на разные национальности. Историки обычно говорят об источниках. Вот та история, которую я вам сегодня буду рассказывать, она же совершенно не описана. Потому что никто никогда не обращался к ней. Есть только пара строчек в разных пособиях, в основном по истории Холокоста. Но источники по этой теме долгое время лежали нетронутыми. Между тем они сохранились. И это 18 воспоминаний жителей села и узников гетто, которые подробнейшим образом описали то, что происходило там в 1941-1942 году. И сегодня в своем рассказе, а он будет таким полудокументальным, я буду обращаться к воспоминаниям тех людей, которые были записаны в начале 90-х годов XX века, когда устанавливался юридический факт существования гетто в этом месте. А это, на секундочку, самое восточное гетто Европы. Восточнее ничего не было. Вот, например, воспоминания одного из главных героев нашего сегодняшнего рассказа, а тогда сначала школьника, а потом выпускника, а потом солдата и офицера Красной Армии Григория Семеновича Ерихова. Всю свою юношескую жизнь я прожил в местечке Ильино. Кажется, что милее, добрее, светлее ничего не было в жизни, в этом забытом богом и людьми поселке. А я ведь объехал полсоюза, а в войну, как говорят, и пол Европы отшагал. Что отличало нас, молодых, в довоенное время? Это дружба, уважение и любовь друг к другу, интернационализм. Мы в Ильино жили своей жизнью. Пионеры, комсомол, школа, лагеря, художественная самодеятельность. Лагеря пионерские имеется в виду, конечно. Художественная самодеятельность и многое другое, что свойственно молодежи. У нас не было разницы, кто какой национальности. Русский, еврей, цыган, латыш. Мы просто этого не знали и не думали об этом. 16 июня у нас в школе был выпускной вечер. В новой школе, специально оговорюсь, она была недавно отстроена. Мечты о будущем. Все было. Но вот началась война. Помню 22 июня, когда мы шли на воскресный праздник на аэродром. Все оказались в растерянности. Заговорили об эвакуации. Потоки беженцев из Прибалтики. Слухи, слухи. Вот так вот началась война для жителей села Ильино. Ну и я должен сказать, что в селе работал колхоз. В некоторых источниках он называется нацменским или еврейским. Но из других источников понятно, что и там сотрудники, работники этого колхоза были смешаны. Там были и евреи, и русские. И вот это село, что подтвердя дальнейшие события, оно было таким образцом дружбы народов в миниатюре. В хорошем смысле этого слова. Но война пришла в село Ильино очень быстро. Немцы появились там уже 16 июля 1941 года. В этот день в село заехали мотоциклисты, проехали сквозь него. И когда они выезжали из села, по ним был открыт огонь. И некоторых из этих мотоциклистов убили. Потом, через несколько дней, в село зашли строевые части вермахта. И судя по источникам личного происхождения, потому что в этой истории еще очень много неясного, был пойман один из тех, кто открыл огонь по немцам. Это был местный молодой человек, комсомолец Михаил Александров. Но это был уже мужчина, потому что он был женат. У него была жена, ее имя тоже сохранилось. Ее звали Полина Зайчонок. И у нее был младший брат Ваня, который тоже важный герой нашей истории. Михаил Александров попал в нацистский застенок. Его допрашивали, пытали, в конце концов повесили в центре села. Его труп висел несколько месяцев в знак устрашения. Начало оккупации местные жители вспоминают так. Я буду зачитывать мемуар Александра Михайловича Портянкина 1929 года рождения. Ему было в тот момент 12 лет. Наступил 1941 год. Как гром среди ясного неба грянула война. На белорусском направлении фашисты продвигались быстрее, чем на остальных. И, как осталось в моей памяти, 18-го, на самом деле, 16-го июля, на семи мотоциклах с колясками проехали они в сторону деревень Севастьянова и Баева. Это была первая немецкая разведка. Когда она возвращалась ночью, на углу улиц Советской и Пролетарской всех убили. 22-го июля в Ильино вошли регулярные части. Немцы сразу повели себя как хозяева. Расклеили приказы, где указывалось, что за каждое нарушение их порядка расстрел. Занимали понравившиеся им дома, выгоняя жителей на улицу. Для своего питания подъезжали на мотоциклах к пасущемуся стаду скота. Вставляли в ухо теленка пистолет и стреляли. Затем грузили в коляску и увозили. Стреляли уток, кур, гусей, собак. Все грабили. И вот в октябре, когда немцам удалось продвинуться еще дальше, и село Ильино превратилось в тыл в этом селе, и было создано гетто. Здесь надо пару слов пояснить, что такое гетто. Потому что смысл этого слова менялся. И нацистское гетто, особенно на так называемых восточных территориях, в Польше и Советском Союзе, имело совершенно конкретный зловещий смысл. Но вообще изначально гетто это район компактного проживания еврейского населения в Европе. Но толковать это только таким образом, разговаривая о Второй мировой войне, конечно нельзя. Нацисты устраивали гетто не просто для того, чтобы отделить евреев от остального населения. Они устраивали гетто для того, чтобы покончить с еврейским населением. Ну вот Артем Драбкин, выступая, точнее отвечая на вопросы, уже упоминал план Бакки или план Голода. Это был план тотально ограбить советские территории в сельскохозяйственном смысле, кормить за счет советского населения и оккупационную армию, и немецкое население, вывозя это пропитание. От 20 до 30 миллионов советских людей были обречены на голодную смерть, и в эти 20-30 миллионов нацистская верхушка заблаговременно включила и евреев тоже. И вот гетто был одним из инструментов уничтожения. Евреев заключали туда, полностью огораживали, дальше кормили их по минимуму, принуждали к тяжелым изнурительным работам и таким образом тотально поднимали смертность еврейском населении. Это был первый этап. В некоторых регионах Советского Союза немцы даже и гетто не создавали, сразу следовали расстрелы, как, например, в Бабьем Яру, но в некоторых создавали. И вот в Ильино было создано самое восточное гетто, которое занимало ровно одну улицу, улицу Пролетарскую. Примерно 10-13 деревенских деревянных домов, откуда выгнали русское население и загнали туда в ужасных условиях около 200 человек. Это были, кстати, не только местные евреи, это были еврейские беженцы из территории Белоруссии, например, из Вележа. И вот они все оказались загнаны на эту Пролетарскую улицу. Гетто оцепили, оно охранялось немцами, а также и коллаборационистами, потому что население расслоилось, часть местных жителей пошла на службу немцам. В документах называются две фамилии – начальник местной полиции Титов и начальник гражданского управления Полтораков. Про судьбу Титова ничего не известно, про судьбу Полторакова я вам попозже расскажу. Но так или иначе, к чести советского населения в этой среде были не только коллаборационисты, в этой среде были и люди, которые стремились помогать оказавшимся в ужасном положении евреям, потому что они умирали. Вот что вспоминает русская женщина Мария Тимофеевна Воронова. С приходом фашистов всем евреям было приказано ношить на одежду желтые шестиконечные звезды. А вскоре их, в том числе и беженцев, согнали на улицу Пролетарскую, создали еврейское гетто. Так называли это место сами немцы. Так и мы все стали звать. Надо сказать, что местные жители такого слова просто не знали. Они узнали его от немцев. Когда русские пытались подойти к этому, к оцепленной улице и пройти внутрь, немцы их отгоняли со словом «гетто». И вот так русское население узнало это слово, о котором оно раньше не слышало. Не выпускали оттуда никого. Часовые кричали «Хальт! Гетто!». И к ним нельзя было проходить. Но мы все равно пробирались. Приносили еду и одежду. И вот очень интересный момент в воспоминаниях Марии Тимофеевны. Судя по всему, в поселке остался один врач. Единственный. И этот врач был еврей. Удалось узнать его имя. Звали его Григорий Хват. Он находился в гетто. Но периодически он из гетто тайком выбирался. И лечил местных жителей. Помогал им. Более того, непонятно в какой момент это произошло, но в воспоминаниях его сына Дмитрия Григорьевича, который тоже у меня есть, сообщается, что его отец произвел в соседней деревне операцию советскому диверсанту, который был тяжело ранен. Этому диверсанту он в этих воспоминаниях еще требуется уточнить, но думается, что личность этого человека можно идентифицировать. Впоследствии там говорится о том, что это был секретарь Московского горкома комсомола. Ему ампутировали ногу из соседней деревни, деревни Королевской. Он остался у местной учительницы, которой дали продуктов. Но учительница испугалась, и через несколько дней этого человека немцам сдала. И его жестоко убили. Но тем не менее, Григорий Хват оставался в этом гетто и местным жителям помогал. Я так понимаю, что о его участии в операции точных известий все-таки не было. Вот в таком положении оказались эти люди. Их выгоняли на тяжелые работы. В документах описывается, что они делали. Они убирали помещение, чистили конюшни. В общем, самая низменная, самая тяжелая работа выпала на их долю. И так продолжалось до начала 1942 года. А в конце 1941 года, вы знаете, началось большое контрнаступление. А потом и наступление. В том числе и Торопецко-Холмская наступательная операция. Операция эта ставила целью окружения крупных группировок противника. В первую очередь Ржевской, Вяземской. И успехом она в целом не увенчалась. Своих целей она не достигла. Однако, тем не менее, все равно в ходе этой Торопецко-Холмской операции была освобождена огромная территория. Практически 40 тысяч квадратных километров. И это очень серьезно было в тех условиях. Местные жители, конечно, ничего об этом не знали. Поэтому произошедшее после все обросло самыми разнообразными легендами. Но все-таки некоторые вещи они могли видеть. И вот что они увидели в 20-х, а может быть, или 19-го числа. Мы точно не знаем, потому что это называют в воспоминаниях по-разному, путают числа. В 19-го или 22-го января произошло следующее. Я выберу одно наиболее подробное воспоминание Зинаиды Абрамовны Бельчиковой. В 20-х числах января 42-го, 22-го или 23-го нас, подростков, мне было 15 лет, полицаи выгнали Чистите от снега главную улицу села, Советскую. В середине дня со стороны деревни Дудкино показалась какая-то толпа. Зрелище было неописуемое. В лаптях, в опорках, укутанной женскими платками и другим разным тряпьем брели обмороженные гитлеровцы. Их было очень много. Виднелись вдали запряженные лошадьми сани. Видно, везли раненых. Никакое кино, никакое телевидение не может передать той истинной картиной, которую видели мы. Нас спешно загнали в гетто. Мы не знали, где и что произошло, но всем было понятно, что где-то фашистские войска получили по заслугам. И, конечно, мы радовались. В гетто выставили усиленные караулы. Вот что произошло. И, опять же, по воспоминаниям, хронологию точную восстановить невозможно. Но либо на следующий день, либо через пару дней произошло следующее. Немцы готовились к отступлению. Они не рассчитывали зацепиться за Элену. И, отступая, они решили покончить с узниками Элинского гетто. Всех убить. Вот как Бельчикова описывает дальнейшие события. На следующий день, рано утром, это около восьми утра примерно, в дома ворвались немецкие солдаты и полицаи. И, не дав даже толком одеться, выгнали нас всех на мороз и погнали в центр села к зданию, где размещалась полиция. Судя по всему, это та самая новая школа. Чуть позже за нее будет тяжелый бой. Мы не сомневались, что нас ведут на смерть. Шли обреченные старики, женщины, дети, малышей матери несли на руках. Сколько нас было, точно сказать, затрудняюсь. Наверное, человек 150-200, может и больше, может меньше, никто тогда не считал. Но кроме семей ильинских евреев, были еще евреи, сбежавшие из западных районов страны и тоже попавшие в ильинское гетто. У здания полиции нас остановили. Стояли мы долго, кажется, часов четыре или пять, а может и больше. Мороз был очень сильный, одежда плохая и многие были полураздеты. В других источниках содержится информация, что до шести вечера они стояли перед этим зданием школы. Еще один источник говорит о том, что когда немцы выгоняли людей, там был переводчик, и несчастные эти евреи пытались взять что-то с собой, какие-то теплые вещи, потому что действительно стоял страшный 30-градусный мороз. И переводчик им ехидно сказал, ничего не берите, через 15 минут вам это не понадобится. И они поняли, что их выводят на расстрел. Совершенно страшные есть воспоминания у Вороновой. Она тоже подробно описывает вот этот процесс. Она не была в этой, она русская, она не была в этой толпе. Она смотрела на это со стороны, но ее воспоминания очень страшные. Их заставили выйти на центральную улицу села, люди были почти голые. Одного старика запомнила на всю жизнь. Он шел босиком в одних кальсонах и нательной рубашке. Кальсоны сползли, и все его мужское отмерзло. Дети плакали, женщины тоже. Маленьких детишек они несли на руках. Старшие шли рядом. Кто был с краю, старались бежать, пока часовые зазеваются. Так удалось нам, всем тем, кто наблюдал за этой картиной, выхватить из толпы евреев девочку. Ее тут же спрятали. Людей продержали на морозе несколько часов. Некоторые упали. Но что-то произошло, что-то пошло не так. Было заметно, что у немцев произошла какая-то заминка. Они суетились, много разговаривали со старостой и переводчиком. И в один момент хотели везти куда-то толпу дальше. Но вдруг раздалась команда вернуться в гетто. Это вот на самом деле одна из загадок. Что же там на самом деле случилось? Почему расстрел был перенесен на следующий день? И в работе с воспоминаниями современников мне встретилось три версии. Вариант номер один. Это такая региональная легенда. Легенда села Ильюново. Она гласит, что расстреливать хотели на льду реки. Но был настолько сильный мороз, что не удалось пробить прорубь. И решили подождать до завтра. Узким местом этой истории, этого объяснения, является то, что не было никаких гарантий, что завтра будет теплее. Судя по всему и не было. Другой вариант. Опять же, из замерзлой земли не смогли подготовить ров, куда сбрасывать трупы. Теоретически возможно. И есть еще один вариант, который тоже прозвучал в воспоминаниях русского человека, который был ребенком тогда. И он тоже пересказывал те слухи, которые шли. Дело в том, что после прохода вот этой колонны немецких обмороженных отступающих солдат, настроение среди полицаев изменилось. Более того, с самолетов сбрасывались листовки, в которых, естественно, говорилось, что Красная Армия точно придет, произойдет это в ближайшее время, она всех освободит. А тех, кто служил нацистам, покарает. И говорили о том, что некоторые из полицаев дрогнули. Короче говоря, Красная Армия уже напирала. И вот в этих условиях было непонятно, что делать. Успеют ли немцы отойти. И одно дело, ты просто служил там полицаем, а совсем другое, ты 200 человек убил. А с большой долей вероятности это возложили бы именно на коллаборационистов. Потому что никакой НЗС-группы там не было, ССов там не было, это вермахт. И, скорее всего, они поручили бы это местным полицаям. Так или иначе, расстрел был отложен. А может быть, и об этой версии я тоже чуть позже скажу, нацисты решили расправиться с узниками гетто другим способом. Дело в том, что когда их вернули в гетто, то заколотили двери и окна. И есть обоснованное мнение, которое тоже я чуть позже подтвержу источником, что на следующий день их решили просто сжечь. И вот эти евреи, несчастные, обмороженные, ожидающие смерти, в воспоминаниях часто пишут, что они уже даже не плакали. Они хотели скорее умереть и уже ничего не ждали. И вот где-то в районе, вот эта Пролетарская улица, она находится в Ильино рядом с еврейским кладбищем. И где-то в районе кладбища вдруг раздается стрельба. И что подумали эти люди? А они подумали, что немцы ранним утром начали их убивать поодиночке, выводя партию из каждого дома и расстреливаясь с пулеметов. Но это были не немцы. Это была Красная Армия. Начался бой за село Ильино. И потрясающие есть воспоминания о том, как они вот сидят и слышат какой-то шум снаружи. И выясняется, что это бойцы Красной Армии. Они видят звездочки на их головных уборах. Бой был действительно ожесточенный. Мы знаем, благодаря... Кто конкретно освобождал село Ильино. Это 39-я отдельная стрелковая бригада 4-й ударной армии. Именно два ее батальона зашли в Ильино ранним утром 25-го числа. Что там происходило, рассказывают следующие воспоминания. Говорили тогда, что о готовящейся расправе над евреями командиру отряда сообщил ильинский мальчик, 14 лет, зайчонок Иван. Это племянник того самого коммуниста Михаила Александрова, которого повесили в самом начале оккупации. Он накануне видел в деревне, куда ходил за продуктами для семьи разведчиков. И после того, как нас загнали в гетто, отложив расправу на утро, он вечером выбрался из села и добрался до этого отряда. Но точно утверждать этого не могу. Но, скорее всего, это правда. Когда нас гнали, как скотина на убой, люди, жившие неподалеку от нашего скорбного пути, выглядывали в окна, в двери, и мы видели в их глазах сострадание и ужас от происходящего. А у семьи Зайчонковых, или Зайчонков, они по-разному в документах упоминаются, были свои счеты с оккупантами. Вот здесь вновь упоминается о казни Михаила Александрова. Ну вот вопрос. Это, на самом деле, одна из загадок этой истории. Все-таки предупредил ли Красную Армию кто-то о готовящейся расправе? Или освобождение произошло случайно? Вот так случайно совпало? Ну и, конечно, в журнале боевых действий, в таких классических военных документах, никаких упоминаний ни о чем подобном нет. Но есть один документ, который, может быть, позволит нам пролить свет на происходившее и понять, во-первых, помогал ли кто-то, подсказывал ли кто-то Красная Армия о том, что готовится такая расправа. И второе, что хотели сделать с несчастными узниками гетто. Этот источник, о котором я говорю, который может нам подсказать, это воспоминания офицера одного из батальонов стрелковой бригады, которая Ильину освобождала, полковника Соломина. Он вел дневник и потом по мотивам дневника написал мемуары. И вот его запись от 25 января 1942 года. Он записал очень лаконично. «Только закончился бой, пишу по горячим следам, брали поселок Ильино Калининской области». Ну, честно говоря, сомнительно, что эта запись была сделана именно 25 января 1942 года, потому что тогда-то это не была Калининская область. Ну, да ладно. И дальше он, вспоминая, рассказывает, что тогда было. Наступление началось вечером 24 января. В зимние сумерки два батальона бригады скрытно обошли поселок с флангов. Третьему при поддержке артиллерии и минометов удалось открыть ураганный огонь. С окраин поселка фашистов мы выбили, но в центре, в больших жилых домах, особенно в двухэтажной школе, засело много автоматчиков. На первом этаже школы были установлены пулеметы, которые буквально косили своим огнем. Командир бригады приказал прежде всего очистить соседние со школой дома. Когда немцев из этих домов выбили, огнеметами подожгли деревянное здание школы. Площадь перед школой была освещена пожаром, и было видно, как немцы в панике выскакивали из окон, дверей, пытаясь спастись бегством. Но, согласно журналу боевых действий, во время боя было убито более 300 немцев. Серьезная история. Мы когда с Алексеем Валерьевичем Исаевым обсуждали это, он сказал, настоящее побоище. Так вот, что дальше пишет Соломин. И вот тогда к одному из командиров подбежала девочка лет 10-12 и сказала, что в большой амбар, где когда-то хранили зерно, фашисты согнали много местных жителей поселка, заколотили двери и собираются сжечь вместе с людьми. Срочно были приняты меры. Наше внезапное наступление помешало фашистам привести в исполнение этот чудоечный замысел. Когда взломали двери амбара, мы увидели жуткую картину. Старики, женщины, дети, обмороженные и голодные, некоторые уже не имели сил подняться. По приказу командования людей накормили и оказали им медицинскую помощь. В поселке Ильино фашисты ввели особенно жесткий режим. Надо понимать, что это, конечно, позднейшее воспоминание, во-первых. Во-вторых, оно прошло советскую цензуру, здесь о евреях не упоминается. Но здесь есть две любопытных детали. Первое, это то, что подсказал, где находятся узники гетто ребенок. Пусть не мальчик, девочка, но несколько десятков лет прошло, вполне возможно, что произошла аберрация памяти. И второе, это то, что их собирали сжечь. И, честно говоря, на это, в общем-то, похоже. Я допускаю, что такое могло произойти. Заслуженная кара настигла не только немцев, но и коллаборационистов. Об этом рассказывает еще один узник гетто, Мейер Моисеевич Баримбаум. Он вспоминает вообще обо всех событиях так. Все население гетто под охраной полиции доставили к школе, было доставлено к школе Титовым и бургомистром Полтораковым. У здания полиции нас окружили немцы на санях, на которых были установлены пулеметы. На некоторых находились немецкие овчарки. Стоял мороз 30 градусов. Продержав у здания полиции приблизительно 8 часов, до 18 часов вечера мы были в сопровождении полицейских доставлены в гетто. Почему нас не расстреляли, не ясно. Ну а на следующее утро село Ильино было освобождено советскими войсками. К вечеру школа была сожжена, бой был закончен. Недалеко от школы был расстрелян Полтораков. Я сам видел валявшийся в нижнем белье труб коменданта немца. Титов исчез, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Ну вот судьба спасенных узников гетто сложилась благополучно. Все они выжили, и практически в каждом воспоминании говорится о том, что они вот этот день, 25 января, считают своим вторым днем рождения. Это очень трогательно и справедливо. Действительно, это было так. Но не было зафиксировано существование Ильинского гетто. Оно не проходило ни по каким документам, поэтому о нем долгое время никто не знал. И только в 90-е годы началось движение общественное, чтобы признать юридический факт существования такого гетто. Было найдено 18 еще живых свидетелей, которые подписали соответствующие документы, написали свои воспоминания. Потом сам факт существования гетто был юридически признан. В Ильино поставили памятник. Воспоминания легли в архив, и про это снова все забыли. И только сейчас мы возвращаем эту славную, трагическую, но и героическую историю начала 1942 года. Я говорил о том, что одним из главных героев моего рассказа является Григорий Семенович Ерихов. Это вот тот самый мальчик, который только что закончил школу, и после освобождения Ильино он был мобилизован в Красную Армию. У него очень трогательные воспоминания. Он храбро воевал, уже летом 1942 года был тяжело ранен. Потом продолжил службу. Он был награжден медалью за боевые заслуги. Вот здесь я на подвиге народа, она лежит. Вот здесь его наградной лист. Потом он служил медиком, аптекарем в Красной Армии и прошел всю Европу, как он, собственно, сам и написал в воспоминаниях. Дошел он до Берлина. Дальше работал. И вот на 1991 год, когда он пишет свои воспоминания, он живет в Риге. Он живет в Латвии. Советский Союз уже дышит на ладо. Ну а, собственно, как вы знаете, Латвия уже отложилась. И поэтому воспоминания Ерехова невозможно читать без сердечных содроганий. Не только те воспоминания, где он про гетто пишет, а где он пишет про 90-е годы. Но для, так сказать, правды истории я вам их прочитаю. Здесь есть о чем задуматься. И становится понятно вообще, что это за человек. Я работал в Великолугской области, участвовал в перезахоронениях Александра Матросова, а также героя Кузьмина, повторившего исторический подвиг Ивана Сусанина под Великими Луками. Это прекрасно описал наш земляк в своей повести Борис Полевой. Затем долгие годы в Латвийской ССР. А всего я на этой работе проработал свыше 30 лет. Сейчас на пенсии. Инвалид Отечественной войны. Трудно жить людям нашего возраста и мировоззрения теперь в Латвии. Когда-то позволяли работать, а теперь мы мигранты, оккупанты. Сейчас участников войны в Латвии приравняли к легионам, которые воевали в войсках СС против Красной Армии. Тяжело. Вот такие вот горькие воспоминания, записанные в 1991 году. Вот эту историю, я назвал ее «Январское чудо». И когда я первый раз о ней заговорил, кто-то из зрителей мне написал, ну какое уж это чудо. Сила воли, смелость, преодоление. Конечно, слово «чудо» здесь – это метафора. Это метафора той самой силы воли, тех преодолений, того мужества, на которые даже в самых чудовищных условиях человек может решиться. И когда он решается, то спасение становится возможно. И когда мы рассказываем о войне, когда мы погружаемся вот в эту жуткую историю, где очень много крови, грязи, несчастья, нам очень важны именно такие сюжеты, которые показывают, что свет существует, спасение возможно. И люди, хороших людей больше.